Отпечаток браузера Приветствую! Можешь не верить ни на слово, но пользователи к сети интернет уже давно как собираются данные через браузер с помощью браузерных отпечатков. Сегодня расскажу о том, как это происходит и можно ли с этим бороться. Внимание! Весь излагаемый материал сопровождается ссылками на источники, которые будут указаны дополнительно под видео. Часть первая. В действительности ли я являюсь анонимным пользователем? Представь, что твоя сетевая активность будет постоянно известна конкретному лицу или организации. Будь то посещаемые страницы веб-сайтов, поведение на них и даже твой путь от сайта к сайту, при этом при всем ты нигде не регистрируешься, будучи уверенным в своей анонимности. А что, если я тебе скажу, что на самом деле все так? Складывается впечатление, что о приватности в сети интернет можно забыть. Да и кто вообще заинтересован в слежке? Все просто. Заинтересованы те, кто буквально хочет следить за нами. Рекламодатели, заинтересованные в высоких показателях конверсии, сервисы по аналитике посещений веб-ресурсов, брокеры данных, собирающие профили о нас, социальные сети, вспомогательные маркетинговые инструменты, например, чат с консультантом или сервис заказа обратного звонка и прочее. Конечно, все они следят за нами по-разному и с разными целями, но в большей степени только одна группа компаний представляет реальную угрозу нашей частной сетевой активности. Это брокеры данных, чья главная цель – составление сетевого профиля пользователя. Инструмент, с помощью которого происходит слежка, называется трекером. Ты можешь самостоятельно убедиться в присутствии таких трекеров на посещаемых веб-ресурсах с помощью расширений для браузеров. Расширение Hostry, доступное для всех популярных браузеров, показывает список известных ему трекеров на странице с возможностью их отключения. На экране показан пример работы расширения для сайта bbc.com, на котором было обнаружено 11 трекеров на текущий момент записи. Расширение Lightbeam для браузера Firefox позволяет выстраивать посещенные веб-сайты в граф и найти связи между ними. Зайдя на сайты bbc, facebook, youtube, twitter, мы с легкостью обнаружим, что на всех этих сайтах есть подключение к DoubleClick.net. Совпадение? Не думаю. Инструмент Трикографии, созданный организацией Tactical Tech, наглядно показывает, какие компании отслеживают ваши данные и через какие страны проходит трафик. Цель проекта – повышение осведомленности и прозрачности информации о сборе данных пользователей. Для демонстрации я зашел на русский сайт AIF, и проект Трикографии сообщил, что сайт компании связан с еще 25 компаниями. В отличие от рядовых пользователей, веб-разработчики могут самостоятельно исследовать сервисы на предмет присутствия трекеров. Так, например, Дон Вильямсон после отключения виджета для комментариев в Discos обнаружил, что количество сетевых запросов на странице сократилось со 105 до 16, где весомая часть этих запросов представляла собой подключение трекеров известных и не очень компаний. Очевидно, сложилась целая индустрия, где большие братья жонглируют большими данными. Сбор данных может показаться безвредным, но, скорее всего, у нас не будет контроля над тем, кто и как собирает эти данные и кому впоследствии будет предоставлен доступ. Так в чем же заключается проблема? Пользователь сети интернет, сам того не подозревая, предоставляет данные о себе без какого-то ни было на то согласия. С ростом собранных данных о пользователе начинает вырисовываться вполне конкретный образ, или другими словами, профиль, куда может входить пол, возраст, экономический статус, семейное положение, состояние, здоровье, политические взгляды, привычки, интересы и т.д. В итоге, стоит вам однажды авторизироваться в социальной сети или на сайте, где указаны ваши реальные данные, и компании смогут окончательно вас идентифицировать и дополнить ваш профиль. За нами следят. Но при чем тут отпечаток браузера? Часть вторая. Черт возьми, так что же такое отпечаток браузера? Отпечаток браузера – это возможность сайта первично и повторно идентифицировать пользователя, клиентское приложение, то есть сам браузер, или устройство пользователя через его настройки и другие наблюдаемые характеристики. Говоря простым языком, отпечаток браузера – это когда у твоего браузера есть метка. В свете вышесказанной проблемы слежки, веб-сайты с помощью отпечатков браузера могут идентифицировать пользователей на устройствах, установить уникальное количество посетителей, профилировать поведение незарегистрированных пользователей, связать сайт с аутентификацией пользователей, то есть связать зарегистрированного и незарегистрированного пользователя. Рекламные сети в свою очередь могут попытаться создать уникальный счетчик кликов или профилировать поведение пользователей для повышения релевантности рекламы. Отпечатки браузеров бывают трех видов – пассивные, активные и куки-подобные. Пассивный отпечаток браузера – это отпечаток браузера, основанный на характеристиках, наблюдаемых в содержимом веб-запроса, без использования какого-либо кода на клиенте. Пассивные отпечатки браузеров обычно включают в себя куки, набор заголовков HTTP-запроса и IP-адрес отправителя и, возможно, другую информацию на сетевом уровне. Например, строка UserAgent представляет собой заголовок HTTP-запроса, который обычно идентифицирует браузер, версию и операционную систему. А для некоторых пользователей строка UserAgent и IP-адрес обычно являются идентифицирующими. Для изучения реализации можно обратиться к исходникам скромного проекта на GitHub, название которого указано на экране. Для формирования пассивного отпечатка могут использоваться такие HTTP-заголовки, как Accept, Accept Encoding, Accept Language, Connection, Host, UserAgent, Version и другие, и, конечно же, IP-адрес отправителя. В общем виде схема формирования пассивного отпечатка выглядит следующим образом. Это хэш-функция от суммы результатов работы функции, где результат функции – это значение некоторой идентифицирующей особенности. Говоря детально, в нашем случае это значение хэш-функции от конкатенации содержимого HTTP-заголовков и значения IP-адреса. Активный отпечаток браузера. Это такой отпечаток, при учислении которого запускается JavaScript или другой код для получения наблюдаемых характеристик браузера. На экране приведены несколько реализаций с открытым исходным кодом на GitHub. Популярным решением является Fingerprint от Валентина Васильева с никнеймом Valve, который выступал на FrontendConf 2015 с докладом на тему Browser Fingerprinting – анонимная идентификация браузеров. Рекомендую дополнительно ознакомиться с этим докладом. Методы активных браузерных отпечатков могут включать в себя доступ к характеристикам браузера, перечислению шрифтов или плагинов, определению поддержки HTML5-хранилищ и т.д. В общем виде схема формирования активного отпечатка полностью совпадает со схемой пассивного. И если перейти к частностям, то это значение хэш-функции от суммы характеристик браузера, экрана и прочих метрик. Куки-подобные отпечатки позволяют первично и повторно идентифицировать пользователя в том же смысле, как это делают обычные HTTP-куки. Для ознакомления с реализациями вы можете обратиться к популярному решению EverCookie от разработчика с никнеймом SEMUK на GitHub. В общем виде схема работы для куки-подобных отпечатков выглядит следующим образом. У нас есть вполне конкретный набор хранилищ, куда мы можем записывать уже ранее нами сформированное значение, например, с помощью той же хэш-функции. А далее извлекаем это значение при необходимости. Под хранилищами я понимаю любую абстракцию, куда можно записать и извлечь значение или группу значений. К такому хранилищу может даже относиться сохраняемая история браузера Chrome, смещение вертикального скролла на странице. Конечно возникает вопрос эффективности и доступности такого хранилища. В итоге получается, что на стороне браузера хранится некоторое состояние. Еще одним важным понятием является поверхность отпечатка. Это набор всех наблюдаемых характеристик, которые могут использоваться совместно для идентификации пользователя, клиентского приложения или устройства. Источники для поверхности отпечатка браузера. Ссылаясь на спецификацию разработчиков ТОР браузера, привожу список от наиболее значимых к наименее значимым источникам для получения данных для формирования отпечатка. Пользовательские настройки. Характеристики оборудования. Стоит отметить, что характеристики оборудования могут быть определены тремя способами. Первое. Явно указаны браузером. Второе. Определены с помощью функций браузера. Третье. Извлечены посредством статистических измерений производительности системы. Далее. Характеристики операционной системы. Пользовательское поведение. Характеристики браузера. Каждая определяющая особенность, входящая в поверхность отпечатка, может быть основана на следующих факторах. Энтропия. То, насколько бит отличается от значения одной характеристики или поверхности от другой. Обнаруживаемость. Будет ли использование этой функции для отпечатков наблюдаться у клиентского приложения. Постоянство. Как долго характеристики этой поверхности отпечатка остаются неизменными. Доступность. Будет ли эта поверхность доступной по умолчанию или только когда пользователь предоставит конкретное разрешение. Масштаб. Доступны ли кроссдоменные использования этой характеристики. Разберем на примере характеристику юзер-агент с точки зрения выше приведенных факторов, которая может входить в поверхность отпечатка. Энтропия. 10 бит. Важно отметить, что это значение зависит от накопленной статистики трекера и у разных исследователей может незначительно отличаться. Обнаруживаемость. Значение юзер-агент наблюдается, подозревая у многих, если не у всех браузеров. Постоянство. Значение юзер-агент постоянно ровно до обновления версии браузера. Доступность. Для получения значения юзер-агент не требуется подтверждение со стороны пользователя. Масштаб. Значение юзер-агент доступно кроссдоменно. При доступности и обнаруживаемости определяющей характеристики важным фактором является энтропия, о которой стоит высказаться дополнительно. Напомню, что энтропия показывает то, насколько бит отличается значение одной характеристики или поверхности от другой. Сколько бит информации нужно для отпечатка? Население Земли около 7,5 миллиардов человек. Взяв логарифт по основанию 2 и округляя в большую сторону, получаем, что достаточная длина идентификатора 33 бита. На практике, конечно, вряд ли придется следить за всеми 7,5 миллиардов человек. И необходимое значение энтропии для результирующей поверхности потребуется несколько меньше. Говоря о частных значениях энтропии, обращаюсь к исследованию проекта Panopticlic за 2010 год, в котором приведены результаты значений энтропии для ряда характеристик браузера. Как видно, некоторые характеристики обладают хорошей энтропией и вполне могут быть использованы в составе поверхности отпечатка. Помимо значения энтропии для характеристики или поверхности, важным является распределение значений. Например, если мы строим свой отпечаток из характеристики, у которой высокая энтропия, и, скажем, 90% пользователей имеют одно и то же значение, то стоит задуматься об эффективности такого отпечатка. Часть третья. Техники получения отпечатка браузера. Неискушенному исследователю на первый взгляд может показаться, что характеристик для получения отпечатка не так много, и все они очевидны. На самом деле это не так. Поговорим о некоторых техниках получения отпечатков. Техники для получения активных отпечатков браузера. Canvas Fingerprint. Эта техника дает постоянный отпечаток с высокой энтропией, прозрачностью для пользователя и самой важной простой реализацией. На Canvas элементе рисуется определенный текст с наложением на него эффектов. Также в тексте могут присутствовать специфические символы, например, смайлы, отображаемые по-разному в различных операционных системах. Далее полученное изображение сериализуется в байтовый массив и преобразовывается в Base64 при помощи вызова метода ToDataURL. Особенностью техники Canvas Fingerprint является то, что результирующий байтовый массив будет зависеть от браузера, операционной системы, видеокарты и драйвера к ней. Для более детального изучения техники рекомендую ознакомиться с исследованиями Fingerprinting Canvas in HTML5 от Хитон Мовери и Ховов Шачем за 2012 год и The Web Never Forgets Persistent Cracking Mechanism in the Wild от шести исследователей за 2014 год. WebGL Fingerprint. Это развитие идеи Canvas Fingerprint. Эта техника обладает точно такими же плюсами и особенностями. Конечно, в случае WebGL Fingerprint выполняется отрисовка более сложных сцен, но после изображения преобразуется также в байтовый массив. Так, например, в реализации Fingerprint 2 рисуются трехмерные треугольники с дополнительным наложением эффектов. Более того, эта библиотека также собирает всевозможные WebGL-константы, частичный список которых приведен на экране. Как утверждает группа исследователей Янжи Сао, Сонг Ли, Эрик Вижманс, после рендеринга нескольких десятков сцен с помощью WebGL можно добиться получения отпечатка, который будет работать кросс-браузерно и обладать высоким показателем эффективности. Примеры сцен для рендеринга приведены на экране. Для демонстрации работы указанных сцен с помощью WebGL вы можете посетить проект UniqueMachine.org, а также напрямую ознакомиться с результатами исследования, прочитав статью Prost Browser Fingerprinting via OS and Hardware Level Features, опубликованную в 2017 году. Audio Fingerprint Звуковые сигналы, обрабатываемые на разных компьютерах или браузерах, могут также отличаться из-за различий в оборудовании или программном обеспечении. Получение Audio Fingerprint реализуется за счет использования объекта Window Audio Context, для работы с которым не требуется разрешение со стороны пользователя. Есть несколько схем реализации аудио отпечатков. Первая реализуется за счет использования осциллятора с треугольным сигналом, подключаемого к анализатору и усилителю. Вторая использует осциллятор с волновым сигналом и компрессор. В обоих реализациях получают массивы значений, которые будут являться отпечатками. Для демонстрации первой реализации вы можете посетить Audio Context Fingerprint Test Page на сайте audiofingerprint.openwpm.com. Battery Fingerprint Группа из четырех исследователей представила анализ Battery API реализованный Firefox в 2015 году и пришла к выводу, что высокоточные показания уровня заряда батареи в браузере Firefox могут привести к обнаружению емкости аккумулятора. Также исследователи определили число возможных идентификаторов за счет доступа к уровню заряда и времени разрядки батареи, то есть фактически подошли к получению значения энтропии. После были предложены способы по противодействию, однако в результате разработчики Firefox отказались от предложенных методов и уменьшили точность работы Battery API. Более подробные детали исследования представлены в статье The Licking Battery – A Privacy Analysis of FTML5 Battery Status API. Техники для получения куки-подобных отпечатков браузера Техника основана на кашировании запросов с Basic House авторизации. На сервер отправляется запрос с указанием логина и пароля в URL. Если сервер возвращает двухсотый код ответа, значит в нашем в кавычках авторизационном хранилище содержится такое значение. Если же возвращается код об ошибке авторизации, значит значение отсутствует в хранилище. Для изучения этой техники смотрите библиотеку Evercookie. К сожалению, в настоящий момент техника недоступна для современных браузеров. Например, URL, содержащий авторизационные данные, блокируется в Google Chrome. Техника, основанная на работе с ETAG-HTTP-заголовком. Реализация данной техники включает использование сервера и HTTP-куки. На экране представлена схема реализации техники на примере библиотеки Evercookie. Техника, основанная на использовании PNG-изображения. Реализация данной техники также включает использование сервера и HTTP-куки. На экране представлена схема реализации техники также из библиотеки Evercookie. В отличие от предыдущей техники, значение хранится в формируемом PNG-изображении, которое декодируется в браузере. Техники основаны на утечках в истории браузера. Несмотря на то, что на текущий момент воспользоваться этими техниками не представляет возможным, тем не менее стоит упомянуть об их существовании. Еще в далеком 2006 году Джеремин Гроссман обнаружил утечку в истории браузера, когда можно было для указанных ссылок определить, посещал ли пользователь их или нет. И только в 2010 году разработчики браузера, в частности Firefox, закрыли эту проблему. В чем же заключается техника? С помощью стилизации посещенных ссылок и использования метода из Windows GetComputedStyle можно было определить, посещена ли ссылка или нет. Чтобы сохранить значение в нашем импровизированном хранилище, мы создаем на странице eFrame со специальной ссылкой, в которую помещаем сохраняемое имя и значение. Извлекаются значения из такого хранилища перебором, поэтому данная техника создает дополнительную нагрузку на сеть. В 2013 году исследователь Пау Столн обнаружил две техники, определяющие посещение страницы веб-сайта. После были отправлены отчеты об ошибках работы разработчикам браузеров, и как следствие сейчас эти техники являются недоступными. Первая техника заключается в использовании особенностей разницы во времени отрисовки кадров. Техника реализуется с помощью метода RequestAnimationFrame и увеличения времени отрисовки базового кадра, например, за счет использования теней для ссылок. Далее сравнивается время работы отрисовки между кадрами и принимается решение о том, была ли посещена ссылка или нет. Вторая техника связана с использованием фильтров для SVG. А с деталями этих двух техник вы можете ознакомиться в статье Pixel Perfect Timing Attacks with HTML5, опубликованной в 2013 году. Техники, основанные на хранилищах в браузере. OpenDeadBase. В апреле 2009 года появилась спецификация OpenDeadBase. Затем некоторые браузеры добавили поддержку OpenDeadBase. И несмотря на то, что сейчас спецификация не находится в активной разработке, некоторые браузеры до сих пор ее поддерживают. Используя API для OpenDeadBase, можно записывать и извлекать значения. Flash Local Shared Object. В технологии Flash присутствует Local Shared Object. Это тип данных, хранящийся в виде файла на компьютере пользователя, куда может быть записано и извлечено указанное значение. Популярность технологии Flash в последние годы падает. Разработчики предпочитают использовать HTML5. Однако, если браузер пользователя поддерживает Flash, появляется дополнительное хранилище для куки подобного отпечатка. HTML5 хранилища. Спецификация HTML5, помимо всего прочего, подарила нам новые хранилища. В частности, Session Storage, Local Storage, IndexDB. Используя API которых, мы можем с вами с легкостью записывать и извлекать значения. Конечно, стоит добавить, что в приватном режиме браузера происходит чистка подобных хранилищ. Техники, основанные на работе с HTTPS протоколом. Использование HTTP-заголовка Strict Transport Security позволяет веб-сайту указывать, что к нему всегда следует обращаться с помощью безопасного соединения. В 2015 году Сэм Гринхолм представил подтверждение идеи использования HTTP Strict Transport Security для слежки за пользователями. Ссылка указана в описании. Реализация этой техники требует наличия сервера. Записываемое значение в HSTS-хранилище преобразуется в бинарное представление, то есть в последовательность бит. И происходит обращение к группе поддоменов, где имя поддомена содержит извлекаемое имя и номер бита. В каждом запросе мы отправляем флаг об использовании или неиспользовании на этом поддомене протокола HTTPS. Для извлечения значений из HSTS-хранилища мы отправляем запросы к серверу. Далее для каждого определяем, использовался ли HTTPS протокол или нет. Затем такое последовательное значение преобразуем из бинарного вида в строковое. Данная техника создает дополнительную нагрузку на сеть. HTTP Public K-Pinning. Это еще одна интересная техника, которую принесло использование безопасного соединения. Реализация этой техники требует наличия сервера. Схема реализации указана на экране. Техника реализуется с помощью HTTP-заголовка Public K-Pins и отправки отчетов об ошибке валидации на адрес, указанный в Report URI. Часть четвертая. Насколько уникален твой браузер? Несколько слов о выводах из исследований. Пожалуй, самым известным проектом в области исследования браузерного отпечатка является Panopticlic. Выводы, к которым приходит исследователь Питер Эликслей, говорят о том, что большинство пользователей могут быть отслежены исключительно по общим характеристикам браузера. Парадокс, но пользователи, которые пытаются защититься от слежки, становятся уникальными и тем самым повышают вероятность быть отслеженными. Проект Panopticlic активен и по сей день и обладает большой базой отпечатков. На экране представлен результат работы браузерного отпечатка от Panopticlic для тестового браузера. Проект MIUNIKE схож с Panopticlic, но использует дополнительные метрики типа Canvas Fingerprint. Исходники этого проекта находятся в публичном доступе на GitHub. Также проект предоставляет публично накопленную статистику в виде графиков и рекомендации по усилению приватности пользователя. Princeton Web Transparency and Accountability Project Этот проект занимается мониторингом веб-сайтов и служб, чтобы узнать, какие компании и как собирают данные о пользователях. Этот проект имеет свою платформу на базе браузера Firefox и Selenium для измерения приватности. Также проект содержит большое число исследований на тему приватности с развернутыми статьями и статистическими данными. Настоятельно рекомендую ознакомиться с исследованиями и наработками проекта из Принстона. Какие бы проекты или исследования вы бы не изучали или не проводили, рано или поздно вы обнаружите, что между моментом появления новой техники получения браузерного отпечатка и моментом смягчения этой техники всегда будет существовать задержка во времени, которой трекеры смогут воспользоваться. Часть пятая. Смягчение браузерного отпечатка. Когда обычный пользователь начинает беспокоиться о том, что за ним следят, наивно может возникнуть паранойя и он будет устанавливать все возможные известные и не очень расширения для борьбы за слежкой в свой браузер, которые будут отключать рекламу, отключать известные трекеры, блокировать сайты по списку и в крайнем случае отключат выполнение всех скриптов на странице. Однако разработчики браузеров давно в курсе проблемы браузерного отпечатка, и у некоторых из них есть даже отдельные страницы, вики или часть спецификации, посвященная этому вопросу. Некоторые разработчики, исследователи или энтузиасты целенаправленно создают свои версии браузеров на основе популярных, с целенаправленным усилением противодействия техник браузерных отпечатков. Таким примером может являться Tor-браузер, который усилен всевозможными защитами против известных техник. Однако даже такие браузеры подвержены новым техникам и не могут гарантировать стопроцентную защиту. Обращаясь к тому же Tor-браузеру, стоит упомянуть о технике с использованием метода window.getClaimedRex, которая позволяет снять отпечаток. Подробно с этой техникой можно ознакомиться самостоятельно. О проблеме браузерных отпечатков известно консорциуму W3C. И с 2013 года ведется разработка черновика по смягчению браузерных отпечатков. Черновик этой спецификации предлагает следующие практики по уменьшению браузерного отпечатка. Это взвешенное увеличение поверхности отпечатка. Чем больше браузер предоставляет характеристика себе или об операционной системе, тем больше становится поверхность отпечатка. Необходимо контролировать этот момент. Стандартизация. Если определить согласованное поведение в реализациях API, то не будет отличий в работе этого API между браузерами, которое может использоваться для отпечатков браузера. Обнаруживаемость. Разработчики браузеров могут способствовать тому, что некоторые техники получения отпечатков будут недоступны, например, за счет принципа предоставления минимума информации через API или отключения конкретных функций API. Для очистки локального состояния достаточно перейти в приватный режим браузера, который очищает значения куки и все доступные хранилища. Однако, даже находясь в приватном режиме, доступно использование некоторых техник для трекинга. DoNotTrack – HTTP-заголовок, отправляемый веб-приложению для отключения отслеживания. Федеральная торговая комиссия попросила компании соблюдать это соглашение, но большинство из них это игнорируют. Использование заголовка DoNotTrack упирается в вопрос доверия и честного имени компании. Допустим, мы выбрали безопасный браузер со всеми встроенными механизмами защиты, дополнили его всевозможными недостающими плагинами, находимся в приватном режиме, передаем заголовок DoNotTrack, работаем в скопированной виртуальной машине и одели даже шапочку из фольги. Остается понять, насколько эффективны эти меры. Существуют критерии эффективности по смягчению браузерных отпечатков. Уменьшение поверхности отпечатка, увеличение анонимной выборки, обнаруживаемость браузерных отпечатков, очистка локального состояния. Предпринимаемые меры по борьбе с браузерными отпечатками должны приводить к вышеуказанным пунктам. Заключение. Проблема отпечатка браузера – это борьба брони и снаряда. Новые возможности браузеров приносят новые техники снятия отпечатков. Говоря в общем, при отнести в сети интернет давно как нет. Интернет никогда ничего не забывает.